добрый день сегодня у нас супер тестирование кофе-машина конкурентов delonghi и от philips philips новинка предыдущего года серия ep в данном моменте это у нас ep 1222 то есть стартовая моделька ценой порядка 10 11 тысяч гривен ей конкурент delonghi magnifica s цена где-то такая же порядка 10 11000 то есть зависимости от акции цен на рынке курса евро короче говоря стоят они одинаково вот немножко по внешнему виду если так судить philips чуть-чуть шире delonghi чуть-чуть уже по глубине приблизительно одинаковые это у нас порядка 45 сантиметров по высоте в принципе то же самое может быть philips чуть-чуть выше сантиметра на два это тоже где-то 45 сантиметров бачки расположены одинаково на передней панельки что удобно если вас машинка где-то в глубине кухни находится то есть потянули себя бачок долили водички то же самое подончик достается на себя потянуть и достать по пластику в delonghi он более качественный мне кажется более глянцевый более блестящий сайка он такой как барабан philips сайка это уже philips ep22 но в принципе завод philips сайка заварники находятся что здесь за бункером воды что здесь за бункером воды вообще складывается впечатление что philips скопировал большую часть корпуса у delonghi к то есть когда создавал модельку вот эту и вообще всю серию epf смотрел в сторону delonghi соединил свои старые модели то есть минуты intel и и другие вместе с корпусом от delonghi ну это к тому что delonghi молодцы когда-то давно а это уже порядка десяти лет назад придумали у такие симпатичные корпуса так по поводу возможности настроек тут чуть-чуть удобнее все-таки будет на philips все потому как есть настройка объема воды на передние панельки вот крепость настраивается здесь регулятором здесь тремя положениям то есть тоже смотря что удобнее на в принципе трех значений мне кажется в обычной жизни хватает бункер для зерна с регулятором помола то же самое здесь бункер зерна с регулятором помола в delonghi кофемолка металлическая philips и керамическая то есть вроде как бы это должно быть в плюс philips у ну может быть сейчас все будем проверять так моментик philips уже включали он достаточно на горит и delonghi еще не включали все равно проверим до он просто запустим раньше вот идет нагревание это этой кофемашинки учиться для себя посмотрим как долго это будет происходить после нагревания произойдет промывка вот по ней мы определим что кофемашинки нагрелись есть настройки температуры они вскрытом меню и в той и той машинке я их поставил на максимум сейчас будем проверять какую температуру кофе они делают какая кофемашинка сделает горячее ну и вкуснее тоже по вкусу это уже субъективно но поверите уже на слово вот несмотря на то что фильм забыл горячие долги было холодное фильм долги нагрелась получается одновременно с филипсом то есть если бы машинки были холодные нагревалась бы машинка magnifico с от долги быстрее и для промывки и смотрите использует больше воды сам привод заварного блока у долги как бы длиннее поэтому большее время занимает его перемещение вот это тоже стоит учитывать филипс уже кофе делал долги еще нет поэтому сделаем чашечку кофе на долги чтоб она заполнила тракт чист свежим кофе так все машинки принципе готова к тестированию что у нас имеется кофе зерно темной обжарки 70 на 30 70 тарабики 30 арбуст и которая горькая крепковатая с высокой пенкой вот засыпанной туда и туда настройки помол дилунги у нас что получается дивность резкость поверьте на слово на 3 филипс стоит и где-то посерединке ну то есть там и там можно делать меньше так что температура максимальная крепость выставить максимум так максимум поехали здесь и поехали здесь до большая скорость помола это принцип всех дилунги то есть они будут молоть быстрее но это зачастую хуже а приготовление началось одинаково смотрите объем воды я конечно не не выставлял хотя исследовала в принципе можно всегда остановить вот что приблизительно объем напитка совпадал вот давайте смотреть что же у нас чисто визуально получилось можно судить по густоте пены а качестве напитка ну субъективно я вам тоже сейчас оценочку сделаю вроде как бы у сэка что-ли в гуще пены интересно в дилунге более темный напиток сэка более светлый сейчас буду пробовать на вкус вот кофе отстоялась теперь вкус горький мы не сказал что сильно крепкий так теперь дилунге ну как бы на этом кофе я бы особо разницу не почувствовал если мне кажется в дилунге какой-то легкий баркатный перекус но это с чисто субъективно может это не так поэтому не обращайте внимание сейчас сделаем качественный кофе 70 средне обжаренной арабики 30 слабенькой арабусты который сам по себе очень ароматный и машина ним тестировать будет правильнее все теперь все честно зерно средней обжарки и там и там запускаем и объем и чуть-чуть увеличил эспрессо для дилунга по дополнительным функциям настройка жесткости воды времени отключения есть и там и там качество приготовления пара в принципе одинаковая через насадки панарелло поэтому основное это все-таки приготовление кофе и у той и той кофемашинки сейчас сделаем кофе на предустановленном таком помоле вот а потом сделаем его максимально низким вот смотрите качество кофе насколько от зерен поменялось она и симпатичнее выглядит пена гораздо выше раз будем пробовать тоже вкусовые ощущения вот заметьте у филипса пенка дольше осаждается то есть она более распространяется по напитку такое замечание пробуем вкус филипс начал мягкая слабоватенькая без особого выраженного привкуса мягенькая чуть чуть больше горечи и легкая кислинка в привкусе то есть долонгик пытается уже передать какие-то оттенки то есть с этой позиции долги мне кажется лучше справилась поставленные задачи сейчас уменьшим помог в минимальное значение и так давайте пробовать заметно минимален и здесь и соответственно в доме и тоже там даже меньше единички вот это мне кажется задача для кофе-машинок передать полностью вкус кофе на минимальном помоле увидел им тяжело подавать кофе чем плотнее шайбочка с более мелким помолом тем медленнее бежит вода больше передает вкус перемеленных зерен хватит уже и там тот же момент машинка остановилась так сравниваем результаты то же самое казалось бы более густая пена у саека давайте начнем пробовать сдал ноги в этот раз мягенькое чуть-чуть горьковатое кофе без ярких оттенков в принципе вкус полностью аналогичен что хотелось бы заметить наверное это результат этой ценовой категории в принципе кофе-машинке вкус передают одинаково давайте еще взглянем на шайбочки которые они делают они тоже как показатель насколько качественно кофе-машина отжимает зерно кофейное так вот что делает долги зерно даже кашицеобразное то есть это минимальный помол когда кофе-машинка не формирует зерна из зерна четкие шайбочки тут ситуация приблизительно тоже но мне кажется что фракции чуть-чуть больше то есть по-хорошему philips можно было настроить еще на более мелкий помол но это уже вмешательство конструкцию вы слетите с гарантии если вам это нужно без проблем можно сделать вот а delonghi delonghi делает уже ну я мельче не делал то есть она это уже бушная кофе-машинка она после полного обслуживания тут кофе она делает ну фактически как новая даже лучше потому как тут все почищено все настроено и как должно быть вот вообще по результатам теста в принципе кофе-машинки соответствует одна другой делает кофе одинаковый плюс минус ну лично мое впечатление что может быть delonghi могла бы его сделать чуть-чуть лучше если бы использовать другие сорта кофе филипсе они ограничили работу кофемолки то есть вот эти кусочки в пермельном кофе то есть у кофемолки есть какой-то запас вот если не избавиться от гарантии скажем так вот сделать еще мельче помогут тогда конечно да в philips наверно победил бы вот но а так в принципе машинки идентичные если вы купите я думаю вы не ошибетесь выбирайте по дизайну который вам больше нравится может быть по марке машинки хорошие рекомендую